Здравствуй, дорогой зритель. Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра. В одном из последних интервью актриса Елена Проклова призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств. Звезда рассказала, когда ей было всего 15 лет, один известный, в то время уже взрослый актер склонял ее к интимной близости. Имя его она называть не стала. Однако и без того в шоу-бизнесе вспыхнул громкий скандал. Сопоставив возраст Прокловой и некоторые факты ее биографии, в тусовке предположили, что тем самым озабоченным мужчиной мог быть Олег Табаков. В результате общество поделилось на два лагеря, одни защищали Елену, другие стыдили ее и не верили в придуманную историю 50-летней давности. Не стала молчать и вдова легендарного актера Николая Караченцева. Людмила Поргина отметила, что, если бы история была правдивой, Проклова наверняка сообщила об этом в полицию или как минимум, рассказала родителям. По мнению звезды, жаловаться на то, что было полвека назад, глупо и просто бессмысленно. Это все не имеет к творчеству никакого отношения. Интересен только творческий путь артиста. А подобные тенденции, обсуждать личную жизнь, пришли с Запада. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично, цитирует Поргину телепрограмму. Про оскорбленные вдове Олега Табакова Марине Зудиной актриса, в свою очередь, посоветовала не верить слухам и не вестись на провокации. Сейчас эту ситуацию все будут обсуждать. Марина воспитывает двух чудесных детей, не нужно в этом пачкаться. Человека нет, уже ничего не докажешь, заключила вдова Караченцева.